Добрый день! С вами снова я, Игорь Иванович Шконкин, в смысле Гиркин, ваш попкорный слуга. Попкорный это для тех, кто запасается попкорном и следит за моей политической карьерой. После новостей о том, что Навальный куда-то пропал, я срочно решил выйти в эфир и сообщить, что я еще пока никуда не пропал, чтобы вы за меня не переживали, хотя кого я обманываю за меня, давно уже никто не переживает. Но если кому-то все-таки интересно, в данный момент я активно готовлюсь к предвыборной шконке, простите, гонке. И пока все якобы уговаривают одного популярного кандидата пойти в президенты на пятый срок, меня, как непопулярного кандидата, уламывают признать свою вину и пойти мотать свой первый срок. Давление колоссальное. Ко мне уже начали применять извращенные формы пыток. Например, заставили смотреть четырехчасовой трек Путина про итоги года. По сути, он четыре часа тщетно пытался завуалировать слово «обосрались». Созерцать и слушать это было архипротивно. У меня чуть кровь из усов не пошла. Но последний гвоздь в крышку здравого смысла забил наш главный Алини Морд Сергей Куромнас Михайлович Шойгу. На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря он назвал такие цифры уничтоженной техники ВСУ, что где-то в морозильной камере в этот момент должен был перевернуться настоящий Путин. Даже Медведев в зале протрезвел от таких данных. Правда, тут же по этому поводу накатил и снова отключился. Да если бы у украинцев реально было 14 тысяч танков и бронемашин и 533 самолета, которые мы якобы уничтожили, думаю, мы бы еще в первый год войны позорно сдрыснули бы оттуда на границе 1991 года. Простите за откровенность, но Шойгу на этом заседании был похож на статую писающего тувинского мальчика, который направил свою напористую струю в уши россиян и нажурчал он им туда бидон и маленькую цистерну. Но переплюнуть Путина в соревнованиях трепло года ему все равно не удалось. А самое неприятное то, что пока один человек корчит из себя лидера нации с остальными яйцами, тысячи людей стоят в очередях за обычными. Я считаю, что весь этот яйцекризис не случайный и не удивлюсь, если Путин на нем построит всю свою предвыборную кампанию. Даже несколько слоганов для него вот сходу придумал. Выбери Путина, кланяйся вниз, если давно не кушал яиц. Голосуй за нашего царяка, яиц получишь два лотка. Или вот, например, социальная. Наш кандидат против коррупции и взяток, голосуй за Путина, получи яиц десяток. Можно из народного творчества. Голос за Путина, как об асфальт два пальца, ты ему голос, он тебе яйца. Ну и мое любимое, сделай свой выбор в пятый раз, и Путин за голос твой яйца отдаст. Но это все еще лоточки, в смысле цветочки. Вы в курсе, какой цирк наш ЦИК планирует организовать на оккупированных, простите, на присоединенных нами территориях во время выборов? По новым правилам, ЦИК позволяет не публиковать сведения об избирательных участках и членах избиркомов, а также разрешил перемещать бюллетени в безопасное место в случае необходимости. Поясню простыми словами. Если на каком-либо участке народ не проголосует за кого надо, то эти бюллетени будут экстренно перемещены в безопасное место. Думаю, этим местом будет мусорный бак или обычный костер. В крайнем случае в местных туалетах наконец-то появится хоть какая-то бумага. Но и это еще не все. В регионах, где введено военное положение, можно будет голосовать без паспорта гражданина Российской Федерации. Сгодится абсолютно любой документ, который избирательная комиссия сочтет подходящим. Другими словами, теперь, чтобы проголосовать за Путина, вам достаточно иметь усы, лапы и хвост. Вот к чему мы катимся. Ну и напоследок новость про писателя Бориса Акунина, которого я, честно говоря, никогда не любил. Ибо нефиг называть своего главного персонажа Эрастом Фондориным. Я чуть язык не сломал об его книгу. Мало того, что он Эраст Фондориан, так он еще и Петрович. Но чтобы объявлять Акунина предателем и экстремистом, это уже чересчур. Блин, да что же меня эта буква «Р» сегодня преследует? Думаю, все видели, как Гурулев в студии Соловьева, обсуждая Акунина, чуть с ума не сошел. Этот проспиртованный мешок желчи в погонах уже не знает, на чем пиариться. От него только и слышно, бабам нужно рожать, предателей нужно стрелять. Я считаю, что именно из-за таких краснорылых деятелей Россия и живет веками по такому принципу. Стрелять, рожать, рожать, стрелять, 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 рожать, рожать. И поверьте мне, ничего не изменится, если у власти еще на один срок останется самовыдвинутая моль. А скорее всего так и будет, если на выборы вы придете за яйцами, а не с ними. Продолжение следует...